друзья всем привет так получилось так срослось упал на ножки небольшой кабасик вернее свинка покрутила задние ноги и не подымалась на задние ноги дня 3 поэтому пришлось делать характери всего смолил уже все вытянул кабинку обрезал будем пробовать разделывать андрюхи большой привет это андрюхи нож андрюха спасибо за ножик кстати ножки по обрезал точно как андрей все по труху вытянул как андрей все получилось четко но не снимал видео сейчас буду пробовать дальше также как андрей по андрея методу андрея сразу скажу что ты обменю андрея не вызывал потому что он маленький мы станем взвесили буквально 65 килограмм в нем это совсем сейчас мясом он выйдет наверно килограмм 40 может меньше то есть пробую по андрея методу так тут а примеру может наточил как мог андрей находит вот здесь сустав по моему вот этот он вот так вот делает ножом как я сейчас и вот так отделяет задние ноги потом дальше подожди так два коста забирай слава немного но но что молоденько сколько тут сантиметр наверно сальца так погнали дальше переднюю лопатку тогда сам я что не знаю санец прошу сани в курсе всех дел потом обрезаем вот так вот вот так вот уже потом так что-то у меня тут кусочек сала получилось и также следующее так где там развязала ниже есть и поехали дальше я чуть чуть изменил андрея метод на так сказать на другую более упростил за вот так вот так короче ну что шкурка за ну что так хорошо хорошо и так саму вторую половину самое главное не спешить и без паники а ну еще когда видео снимаешь так чуть хуже получает все время все время а все все тут сразу можно отделить от хребта вырезку отделяем заднюю вырезку от хребта кладем на бок вот так вытираем тряпочку и дальше снимаем бочину подчерегиваем так же само переворачиваем на вторую сторону делаем те же манипуляции протираем чтобы не было грубовато согласен но саня сказал так пойдет потом дальше делаем а так так вот и вот так и мы саня делаем теперь дальше отделяем вот таким методом методом называется получится или не получится получится нам надо ребра чуть-чуть были дальше получается переворачиваем вот вырезка вместе с ошейками с ними обе рейт Продолжение следует... Все, остается у нас одна косточка, ну чуть, конечно, с мясом, но страшного такого ничего нет, это нам порубаем и поварим. Друзья, ну все, теперь остается только порубать. Для того, чтобы рубать, у меня есть специальный топор, я для таких случаев его и покупал. Ребра решили не рубать, так и поставлять себе две половины, будем готовить на втором канале с инблогера. А это порубаем на кашу, на плов. Забирайся. На борщи. Ребра не будем брать. Вот так, друзья, и все, все разделано, все покажи. Наши вырезочки. Ну, сало маленькие, тоненькие. Подчеревина, задочки. Дома отделим, уже не спеша, без видео. Дома отделим кость, потому что кость у меня еще не получается отделять. Вот, бока, ну что это, одни шкурки. Вот так. Зато будем с колбасой, котлетами и ребрышками на пол. Ну, вырезки покрутим или на колбасу, или, а может, продадим какую-то часть. Вот так. Всем, друзья, спасибо. Ну, так получилась ситуация, пришлось самим. Ну, не вызывать же из-за такого, грубо говоря, серьезного момента Андрея. Поэтому сами, вот, Саня, полили, обшмалили, помыли, разделали и все. Страшного ничего нету. Главное, не спешить и не паниковать. Вот, раз, второй, пятый, десятый, и у вас все получится. Вам же не надо видео снимать дома. Ну, так, не спеша и нормально. Ну, я все без топора сделал. Все получилось. Это у меня первый раз получилось без топора ее быстро расшматывать. Всем пока.